Ну что, на улице конец января. Но при этом все блогеры уже вовсю снимают видео о трендах весны, обуви, одежды и так далее. Но я подумала, а я? А чем же я хуже? И, конечно, отправилась в наш местный торговый центр, конечно же, в H&M, посмотреть, что нового завезли, померить, потрогать, показать вам. Я надеюсь, что вам понравится и будет интересно. Так, ну что у нас в трендах? Горошек? Не может быть. Вы вообще помните последний раз в год, когда горошек не был в тренде? Ну не знаю, это тренд или это просто так здесь висит? Ну вот опять горошек. Наверное, тренд. Вот все такого цвета. Какого-то грустного. Бежево-черное. Это тренд. Это тренд весны. Скажите мне, пожалуйста, мне грустно от него, от такого тренда. Я люблю цветное. Вон цветное на сейле. А, кстати, вот этот пиджак в клетку я очень хотела себе купить. Сейчас посмотрим, почем он и пойдем его мерить. Это, правда, не весенний тренд. Но, видите, как я рванула. Побежала, побежала. Ну, вы поняли ситуацию. Это называется нерадивый блогер. Я пришла снимать модные тренды весны. Тамару рванула в распродаже. О, кстати, такой севитер, как у меня. Почем он, интересно, может, дешевле, чем я сейчас покупала. Да, значит, я тамарунула в распродажу. И давай тут шариться по ним. 19 долларов он сейчас стоит. А сколько я его за него платила, я не помню. Но это не важно. Вот. Тоже симпатичный свитер серый. Но это не тренды весны. Сейчас я пойду в тренды весны. Я немножечко только здесь погуляю. Посмотрю, что здесь можно симпатичного найти. Я не модный блогер. Я блогер, где найти, чтобы дешевле. Пойду-ка я в новую коллекцию. Потому что если мы хотим смотреть тренды, то это будет в новой коллекции. Желтый свитер. Пиджак в клетку. Тетка болтает по телефону. Так орет, как резаная. Не видишь, что ли, человек тут снимает? Блогер снимает. Что-то такое зеленое зеленеется. Что это зеленое? 29,99. Ну, такое. Платье девушки деревенской. Дочери кузнеца. Чтобы сказать, что это что-то новое. Вот что-то в цветочек. Тоже за 29. Такой же фасончик. А-ля деревенская барышня-крестьянка. Так, кофточки в цветочек. Грустно как-то, правда. Свитера. Но это не весенний тренд. Мы же пришли за весенними трендами. Пойдемте дальше. Розовый пиджак. Вот это больше похоже на весну. Стоит он 60 долларов. Ну, вы знаете, такой вот этот галимый рукавчик, который уже, по-моему, вот такой вот собранный вот тут. Фу-фу-фу. Нам такой не нравится. Фрессированная юбка к ним розового цвета. Вот платье-футляр, которое тоже... Я, по-моему, такие платья покупала уже лет 10 назад. И они у меня с тех пор висят. Я их уже давно не ношу. А вот в H&M... Я не знаю, что это. H&M флагман. Флагман модной моды. Или какой-то отдел не тот я зашла. Видите, это мои деревни. На меня с телефоном снимающий в магазине смотрят так, как будто бы у меня две головы. Ой, как неудобно передо нам Педро на что делать. Вот опять же платье-футляр. Япчонка-свитарок. Все очень... Слушайте, я что пропустила в этой жизни? У нас вернулся прилегающий силуэт. Мы закончили с оверсайзом. Да? Я так смотрю, что на них надето, на этих манекенах. Манекенов. Манекенах. Вот про этот пиджак, кстати, хочу сказать отдельно. Посмотрите, пожалуйста, на него внимательно. Он стоит, кстати, 60 долларов. Совсем не дешево. Посмотрите на этот рукав, тоже присборенный вот внизу. Вот так вот совершенно не модно и не актуально. Я хочу сказать, что пиджаки такого фасона H&M продают, наверное, в течение 10-12 последних лет. Снова плессированные юбки, идентичные тем самым розовым. Какие-то блузочки, рубашечки. Совершенно не модные, не актуальные. Синий платье. О, вот синий же цвет, объявленный понтоном. Вот я нашла тренд. Синий цвет, объявленный понтоном года. Боже, как оно мятое. Сколько оно стоит? Я вообще люблю синий цвет. Но 39 долларов. Давайте померить. Только потому, что синий цвет. Фасончик, 100 лет в обед. Не, не буду. Так, я обошла весь магазин и вернулась к этим же самым горохам, которые, наверное, единственные представляют тренд весны. Назвать это очень свежим, необычным трендом, черно-белый горох, я затрудняюсь и не берусь. Ну, вот это то, что я нашла. Ну, в общем, я сейчас попытаюсь спасти это видео. Я что-то принесла в примерочную. На самом деле, не то у нас еще холодно, не то у нас еще весна не наступила. Весенних трендов не видать вообще и близко. Я, в общем, видео превращается в полнейшее фиаско. Я сейчас что-то попытаюсь сделать из этого. Но уж не судите меня строго. Видимо, в Канаде весенние тренды еще не приехали в магазины. Сначала я вам хочу, кстати, показать мое пальто. Новое приобретение в Заре за 35 долларов на распродаже. Потрясающе. Я его обожаю, безумно обожаю и страстно люблю. Я про него, наверное, целое видео сниму. Это такое пальто-халат с карманами на поясе. У меня за дверью такой базар. Есть без всякого вообще понятия о том, что вообще в жизни существует блогер, который снимает видео, которому знает тишина и покой. Вот он тут по-русски говорит. Так, вот это на самом деле, это не весенний тренд никакой. Это костюм, который все-все блогеры, по-моему, купили и все в них ходили. Наконец-то он висит на селе, и у меня дошли до него руки. Еще к ним я взяла такую юбочку симпатичную. Худи с вышивкой. Каких-то платьев набрала. Спасаю, спасаю, понимаете, спасаю видео про весенние тренды. Набрала платьев весенних расцветок. Вот это не совсем, вот это более весеннее. И весенних расцветок свитера. Можно отнести к весенним трендам свитера весенних расцветок. Зеленый и желтый. Сняла пальто. Я сегодня такой кирпичный леопард. И леопардовый кирпич. Короче, вот такой свитер у меня под леопарда. И такая плесированная юбочка. Что это у меня? Пятно жирное. Ой, пятно жирное все дело. Вот здесь я свинота. Это я сегодня кушала у нас в честь китайского Нового года. Вы, кстати, знаете, что сейчас в Китае, китайский Новый год, в Китае не только коронавирус, но еще и Новый год происходит. Из китайского Нового года у нас на работе сегодня заказывали китайскую еду. Нас кормили. Ну и, в общем, я так страстно ее кушала, что обляпывала всю свою юбку. Свинота-свинота. Ужасно. Короче, вот. Ну ладно. Давайте будем мерить. Хватит болтать. Разговоры разговаривать. Так, не смейтесь громко. Костюмчик а-ля цирк уехал, клоуны остались. Кстати, пиджак мне нравится. И, кстати, брюки мне нравятся. Они просто какие-то короткие. И, тем более, с этими сапогами это совсем-совсем нефтело. Как-то не очень. Ну, в принципе, знаете, пиджак я, наверное, возьму. Тем более, что он стоит 24 доллара сейчас. Может, и брюки взять, что вы скажете? Глупо выгляжет, да? Главное, что они мне как раз. Я очень удивлена, потому что мне обычно причинным сейчас все мало. В общем-то они короткие. Если бы они были подлиннее, мне кажется, было бы лучше. Или это вообще как-то нелепо выглядит. Вот эта клетка с клеткой. Не знаю. Я вот, кстати, на других это видела. Мне нравилось. Очень многие эти костюмы примеряли, покупали и показывали. Видео. И мне очень это нравилось. На мне как-то... Не знаю. Подумаю, посмотрю. Вот. Кстати, это дело... Вот если надеть эти брюки без пиджака, а с чем-то другим... Вот это выглядит немножко лучше. Ну вот... Ну, может, это с этими сапогами как-то это выглядит нелепо. Не знаю. Ну, кстати, высокая посадка. Очень удобная. Они очень удобные. Но я не знаю, если я буду носить вот эти вот брюки такие в клетку. Они как-то меня, по-моему, увеличивают, утолщают. Не совсем мой вариант, наверное. Ну, ладно, пойдемте дальше. Ну, кстати, обычная такая юбка. Ничего в ней особенного нет. Здесь у нее такие пуговицы. Неплохая. Но обычная такая офисная одежда. Притом, что она стоит 34 доллара. Притом, что она стоила 39. И сейчас на нее как бы сейл. И она стоит 34 доллара. Прям ужасный сейл. Огромный, невероятный. Не знаю. Я не буду ее брать. Потому что... Ну, обычная. Совершенно обычная юбка. У меня так в милю. Ничего у нее особенного нет. Ну, сидит неплохо. Немножко большая она, по-моему, еще. Причем сказать, что, кстати, вариант вот этот пиджак не с этими брюками в клетку, а с красной обычной юбкой пессированной, выглядит, по-моему, намного лучше. Ну, не так много клетки. И как бы это... Выглядит намного как-то... Ну, не знаю. Мне так больше нравится. Юбку я, конечно, брать не буду, потому что у меня есть красная пессированная юбка. А пиджак, может быть, возьму без брюка. И буду носить вот с такой вот юбкой моей. И, кстати, вот это худи с этой юбкой тоже совсем неплохо выглядит. Такое, знаете, пессированная шелковая юбка и худи очень современное. Да. Сейчас я пиджак сниму, кстати, покажу, как это выглядит вместе. Вот, кстати, юбка с этой худи, правда, симпатичная. Может быть, с желтой, с красным не очень, но вообще неплохо. Не берем. Мне нравится. Такое современное очень, по-современному, стильненько так. Спорт элегант. Типичное платье за распашонкой. Немножко для беременных. Я люблю такие, мне нравятся. Сойдет за весенний тренд, как вы думаете? Опять же, мой любимый зеленый цвет. Неплохо. Ну, знаете, ничего особо трендового и такого новомоднего, современного. Как бы, такие платья продаются уже много-много лет и во всех магазинах, во всем вас-маркете. Ничего такого там нет. Ну, неплохое платье, все симпатичное. Весенний тренд на холодную весну со свитера. А, кстати, неплохо. Мне, кстати, нравится. Ну, это как бы не весенний вариант, конечно. Такой толстый-толстый свитер, притолстый. Ну, кстати, красивый цвет и очень красиво сочетается с этим платьем. Это если вы замерзнете весной, то на это платье вы можете надеть свитер, и у вас будет такой вот наряд. И, как всегда, я запоясалась, упоясалась, припоясалась. Да, ничего, мне нравится. Следующее платье очень симпатичное тоже. Кстати, мне оно нравится. Это, кстати, размер смол, чтобы вы понимали. Вот это зеленое, не помню, сейчас посмотрю. Ну, такое, да, весеннее. Вот это, может, кстати, за весенний тренд, правда? По ценам я вам потом скажу, я не помню, сейчас я потом посмотрю. Сейчас я его надену с поясом, то, чтобы вы понимали, как бы я всегда все надеваю с поясом, чтобы вы понимали, как это выглядит. Ну, так оно немножечко... Ну, да. Сейчас я его подпоясаю, и он мне станет сразу хорошо. Нам, так как лучше. Ну, вот, правда же так лучше? Я не знаю, скажите мне, правда же лучше с поясом? Какое романтичное весеннее. Как бы вот когда мы в прохладные... Прохладные весенние вечера, не обязательно свитер надевать на себя. Его можно просто так вот накинуть, накинуть на плечи, и вам будет намного теплее. Ну, не совсем подходящий, конечно, вариант. Такие вот обычно более тонкие свитера накидывают, как верхнюю одежду. Этот немножко толстоват, но, в принципе, по цвету он подходит. Такой яркий, красивый цвет. Сейчас я его еще надену сверху, чтобы вы поняли, как он выглядит. Ну, вот такой совершенно весенний свитер. Просто вообще совершенно весенний. Немножко с горлом, но холодная весна. Ну, цвет такой, правда, ведь весенний? Он, кстати, такой же, как тот зеленый, вот этот. Не, не такой. Тот без горла, а этот с горлом. Ну, неважно. Ну, красивый, да. Красивый же, правда? Мне нравится. Смотрите, у всех разная весна бывает. У нас, например, весной до мая месяца можно в таких свитерах ходить запросто. Так что, вот так. Кстати, этот зеленый свитер тоже подходит к этому платью. Даже, по-моему, лучше подходит, чем желтый. Я же не буду его надевать, но вот так посмотрите. Видите, вместе он очень неплохо выглядит. Так, давайте по ценам. Значит, это платье зеленое было 135 долларов, размер смол. Это платье было размер тоже смол 40 долларов. Свитер экстра смол 35, зеленый свитер 35, размер смол. Вот эта штука была смол 29,99. Юбка. Размер десятый, 50 долларов. Фига себе, с каких-то пор я десятый размер. Однако. Так, вот этот пиджак, он стоил 59, размер 6, европейский 38, стоил 60, сейчас 25 на селе. Ну, брюки. Брюки тоже размер 6,18 долларов, стоили 39. Юбчонка, я там вам говорила. Юбчонка 35, стоила 40 и размер 10. Европейский 42. Вот этих я размеров не понимаю, что такое 10, европейский 42, ну уж. Вот такая примерка у нас была сегодня. Все. Дорогие друзья, буду с вами прощаться. Пыталась вам показать весенние тренды. Пыталась спасти ситуацию шутками. Надеюсь, что спасла немножечко. Надеюсь, что вы не будете очень на меня серчать за это. Надеюсь, что в следующий раз я приду сюда и будет побольше весенних трендов. И мне будет вам что показать, потому что сегодня это действительно какой-то, просто какой-то позор. Окей, увидимся снова в следующем видео. Я надеюсь, что всем скоро. Пока-пока. Всем счастья, здоровья, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok